Приветствую всех на канале Gravbiz. В сегодняшнем видео сделаем значки из латуни, с заливкой эмалию, полировкой и много всего интересного. Короткое видео, быстро сделаем значки. Картинки можно взять в интернете. В Edap Illustrator, CorelDraw или в другом векторном редакторе можно сделать трассировку, добавить надписи. Как угодно. У нас на канале есть видео с уроками по трассировке, по обрезке. Можно посмотреть. Программы экспортируем в Edap Illustrator 8 и импортируем в SCAT. Параметры глубокой гравировки видно на экране. Штриховку делаем круговую, она побыстрее и глубину дает хорошую. Качество поверхности выбранной нас не интересует, поскольку будет залита эмалью. В некоторых случаях можно использовать двунаправленную штриховку. Расстояние между штрихами 20 микрон, 15 микрон. Это не столь важно. Скорость ставим поменьше. Мощность побольше, можно 100% даже. Частоту поменьше. Латунную пластину нужно очистить предварительно. Крупной шкуркой можно. Нарезаем на гильотинном ноже. Размер на 5 миллиметров больше, чем диаметр значка. Толщина латуни 0,8 миллиметра. 0,7. В этом устройстве вырубить надо будет. Но сначала надо смазать, либо обработать парафином. Чтоб не застревало, не изнашивалось. Прижали. И теперь в прессе на 20 тонн. Пресс у нас есть такой в продаже. Если интересно, можете написать, скинем цены. Вырубаем. Следующую. Всего я сделал 6 штук. Есть прессы на 10 тонн. Они тоже спокойно вырубают латунь до миллиметра. И толще можно. Теперь нужно обработать края, убрать заусенцы. Шкурка большая. 0,04. Сильно усердствовать сейчас не нужно. Просто немного зачистить. Теперь переходим к лазеру. И чистим места для припайки гвоздиков. Лазер очень хорошо справляется с этой задачей. Гвоздики тоже желательно почистить. Это специальное устройство сделали. Чтобы их легко было устанавливать, и они не болтались. Можно сразу большое количество чистить гвоздиков. Теперь паяем гвоздики к заготовке круглой. Выкладываем на медную пластину. И добавляем флюс паяльный. Гвоздики лучше тоже обработать флюсом. Ну, чтобы потом не перепаивать. Теперь добавляем по маленькой капельке олова. Смотрите. Продолжение следует. Смотрите. Поехали. Поехали. Теперь всю конструкцию нагреваем горелкой, либо феном. Можно на плитку положить электрическую, можно на газовую. Температуру небольшую, 250-300 градусов. Олово уже тогда плавится. То, что оно растеклось и грязное страшное, это в дальнейших этапах будет убрано. Отмываем значки от флюса. Продолжение следует... И теперь начиску лазера. В пластилии алюминиевой прорезаю отверстие под гвоздик. Устанавливаю значок. Сначала гравируем изображение. Глубина 200-250 микрон. Чистка. Теперь чистим обратную сторону от расплывшегося олова. В центре оставляем небольшую окружность, там где нету лазерной гравировки. Олова хорошо удаляется лазером. Почти готовые. Теперь нужно очистить от нагара после лазера. Сначала крупной шкуркой. Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь меленькой шкуркой с водичкой. Теперь их нужно отполировать первично. Смазываем тряпку полировальной пастой. Чуть-чуть полируем. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо отмывается в ультразвуковой ванне. Продолжение следует... Теперь их надо просушить. И активировать поверхность лазером. Режим такой, что воздействие только на основание. А полированная поверхность отражает излучение. Теперь можно залить эмаль. Я буду заливать черную. И на сушку. Я сушу в муфеле. Там не так пыльно. Можно феном, можно на горелке подогреть. Вон там почище. Вот что получилось после печки. И опять шлифовка. Тоже мелкая шкурка. И после можно еще полирнуть. И главное обезжирить. Теперь покрытие лаком. Чтобы латунь не тускнела со временем. Вот и готовы. А три штуки я делал запасные. Мало ли какой брак сделаешь. Ну, не удалось сделать брак. Три осталось на будущее. С лазером изготавливать значки быстро, просто. И эта технология для значков, она достаточно дорогая. Поэтому значки можно делать быстро, а продавать дорого. Всем удачи. До встречи в следующем видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова